Евангелие от Марка, 5 глава, 3 стих, 12 и 13. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями. И просили его все бесы, говоря, пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонуло в море. В церкви это считается, и обесноватых бросившихся о свиньях многие слышали. Событие, а нам для чего оно нужно? Вот что бы мы ни читали в литературе, вопрос ставьте, было это или не было, большинство выдуманных героев, выдуманных, так называемый, собирательный образ. Ни одного человека, реального, исподнятой церкви Шолохова не было. Не было. А если показывают какого-то героя, то придумывают, выдумывают. Я разговаривал писателю, я говорю, ты говоришь, что он в лес на дерево, как ты знаешь? Никак не знаю. А зачем же пишешь? На чем я тратиться буду? Ему платят за это. И он зряно так и говорит, потом писатель хороший, верующий. Про Иоанна Кронштадтского пишет. Ну как ты можешь знать, когда про это нигде не написано? Ни один очевидец не писал этого. Мы абсолютно точно знаем то, что написано в Библии. Вот это стадо было величиной около двух тысяч. Ни двести, ни полторы тысячи. Священное Писание сохранило слова Христа, которые в православии вообще неизвестны. Евангелие от Иоанна 5.39. Исследуйте Писание. Если скажете, известно было, когда? В каком веке? Кто призывал к этому? Да и нельзя призывать, если Писание в руках нет. Как его исследовать, если его нет в Писании? Его и не было. В 1876 году только перевели, и то со многими озаборками. Это для лучшего разумения академистов переводили. Кто в Духовной Академии учится, они ничего не понимают. А что говорит про семинарию? А дальше, а что говорит про священников, про простых? И вот как исследовать? Считаешь другого исследователя? Вы знаете, вот на эту тему, конца крайне от исследования. А где то место? И едут туда и исследуют. А какая была там трава, растительность? А сколько местов они пасли? А сколько пастухов было? А какой породы свиньи? А свиньей пород много. Есть свиньи там и дикие, и бородавчатые, и каких-то и конец. А сколько у них сала было? Все. Разницы никакой нет. Любая порода свиней подвержена основанию. Все. Исследование кончилось. А что означает? Всякий человек, который живет, как свинья грязный-то, он лишен защиты Божией. Понял? Все. Исследование кончилось. Дальше. Господь увидел их. И тотчас позволил. Никто не манится в это время. Нигде. Самая главная задача была не свиней погубить, а исцелить бесноватого. А кто бесноватый? Вопрос. Бесноватый не тот, кто пену впускает. Бесноватый может занимать пост президента. Он может занимать пост патриарха, епископа и священника. Нам говорят об этом в житиях святых. Беснуется и ради ада. Как беснуется? Бесноватая разве была? Ни один человек это не говорит, а Патрус говорит, снова беснуется и ради ада. И мы узнаем, что беснование означает удаление из света во тьму, удаление от Бога к демонам. Потеревки никто не останется. А я не хочу ни с Богом, ни с дьяволом. Так не получится. Кто не со мной, тот против меня. Кто не со Христом. И вот из этого события, а это не притча, реальное событие, мы возникаем для себя пользу. Люди, которые не владеют собой. Кто? Табаку есть бесноватая. Он не может без табака. Наркоманы это все бесноватые. Пьяницы это все бесноватые. Блудники это бесноватые. Дух блуда, так и написано. И вошел, был блуда. Революционеры, коммунисты это бесноватые. Фашисты бесноватые. Масоны это бесноватые. Все вокруг покрыто бесноватыми. Люди этого не видят. А мы сейчас в описании увидим. Но мы увидим благодаря тому, что у нас Библия в руках. И Бог допускает это. И у Бога определенная цель. Эти бесноватые нужны, чтобы проявить силу Божию. Когда исцеляются. Когда легко показать. Скажи, ты можешь от этого избавиться? Нет. Мне в жизни пришлось близко знакомым быть с большими людьми. Ну представьте, преподаватель космонавтов. Как много он знает. А он поражен этим бесом. Я с ним день и ночь сижу в одной камере. Человек великого ума. Он рад растеять. Он ничего не может сделать без табака. Туберкуленные окурки подбирает. Беснование. Я ему говорю, он не слышит и не понимает. Ну он же живет. Да, живет. Уже выйдя, я потом узнал, что он вышел, запился и повисался. И это не один. Миллионы людей сегодня такие. Дети бегут из дома, бесноватые дичь. Он куда летит? Все, которые самоубийцы, это бесноватые. Вот, в Священное Писание открыли мы Библию. И мы хотим узнать, как к Богу приблизиться и как не быть подвержен дьяволу. Вот, что наш пущий на небесах. И издай нас опутала. Это все в молитву монтировано. Главную молитву. Бог! Спаси меня от дьявола. От Бога мира сего. Даниила, 4 глава, 29-30, говорится. И отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми, с дверями. Сравой будет кормить тебя, как вола. И с тем времен пройдет над тобой, и доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим. И дает его кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен от благ людей, ел траву, как волк. И орошалось тело его рослое небесное, так что волосы у него выросли, как у льва, и ноги у него, как у птицы. Ну, во что превращается в человек. А до каких пор? А до коре познаешь, что над всем есть Всевышний. Лекарство-то какое? Никто не мог лечить. Никакие психологи, никакие дурные дома. Познание Бога, что над всеми владычествует Бог. Все. Как он познал это, и ум возвратился. А безднование-то лекарство какое-то, это он близко. Познай, что тебе не справиться с алкоголем, с наркотиками. Станем на колени, поможем-то Богу. Видел ты это чудо или нет? Ты себе задай вопрос какой. А хотел ли бы ты видеть? А если хотел видеть, Бог обязательно покаж тебе. Бог хочет, чтобы дети его были совершенные. Чтобы они видели исцеленного бесноватого, который на секунду не хочет от Христа отходить. И потом ты узнаешь, что с этим бесноватым было. Господь всем говорил, следуй за Мною. А бесноватый исцеленный получил указание, иди от Меня. Где кто про это говорит? Почему? Ты где время тратил? У тебя навык там есть, иди им проповедуй. Со мной ходить уже не надо. Вопрос на вопрос. А тут, кажется, все ясно. Стадо, свиньи, убыток. Колхозы разрушил Христос. Все свинарники поломал. А сегодняшему-то сказал. Мы же понимаем, о чем речь идет. И они у них черт немало потерпели. Две тысячи свиней. А ты наши спроси, сколько у нее свинья стоится? А которые свиньи-то там, у них, да которые содержатся в поле-то, а они и маленькие. Пророк Исаиев, 65-4. И сидит в гробах, и ночует в пещерах, ест свиное мясо. И мерзкое варю он в сосудах у него. Свинья нечистая животная. Оно хотя и имеет какую-то раздвоенную, но жвачки не имеет. Вот какая причина. И Израиль никогда не ел мясо свиное. Мы читаем в 7 главе 2 книги Маковейской, когда царь Антиох пытался заставить в молодых отроках есть мясо свиное. И они погибали один за другим в страшных мучениях, чтобы только мясо не проглотить. Я говорю, с нами служили на Камчатке. Со мной рядом спали они узбеки, таджики. А воинской части специально держали свиней, чтобы поддержать людей. Им обязаны были давать. Они стоят, им выдают. Но он в руку не брал, а на руках ему клали. Мясо это. И он на руках положит, он только отойдет, стряхнет, и пошел. Русские сразу кидаются и съедают. Почему? Кто их так научил? А у них есть священная, по их мнению, книга, Коран. А он основан частично, конечно, не все правильно, но Светского Завета с Моисеевым Законом. И они крепко держатся. Мы держимся своих православных постов. А у нас? У православных строгие посты. Почаще заглядывайте в календарь, никакой льготы не делайте. Священнику не допучайте, молочные. Священник имеет право только разрешить елей и вино. У него на больший прав вообще нет. Никакого права нет. Он может, который и гумен, разрешить не свое, не волосное время монаху, болящему, там, умирающему. Если он просит. Так жития говорят у Попобия. 1 Петра 5.8 Срезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ловья воходит, как рыкающий левый, сейчас его поглотить. Вы видели, какие львы? Сфотографировали, фильмы ставят. Только увидишь его, дома сидишь и то страшно смотреть. Какой он сильный, страшный, кровожадный. Но он иногда ложит логовище и можно в это время выйти из дома. А дьявол не ложится спать. И дьявол этот рядом ходит, около каждого. Ото льва можно куда-то залезть. Оружие какое-то нанять. Снайперов. А дьявола никого не наймешь. Аж как спасать. А молитвы ко Христу к Богу, что избави нас от рукавого. И всегда говори, когда нападает дьявол, учитесь молиться своими словами. Я искупленное щадо кровью Христовой. Отойди от меня, сатана. Иисус разбил тебя. Тебе нет во мне счастья никакой. Это все по Священному Писанию. И он сокрушит его голову. Ты вот бей крестом. Ты разбитый на голготы. Ты отступил от Христа. Твое место в преисподней. И он отойдет сразу. Он страшно не любит, когда напоминает о его поражении. Напоминает ему о крови Христа. Даже все забудешь. Лежать, умирать будешь. Сатана будет приступать. Покажет только Писание, что натворили. Ты повторяй. Я искупленное щадо Христовой кровью. Я приняла крещение. Я омыто. Отойди от меня. Все, что ты говоришь, это ложь. Бог мне все это простил. Он смыл. Ничего на мне нет. До мной ничего не чистится. Иисус все мне простил. Ради жертвы своей. Второе Корица 2,11. Чтобы не сделал нам ущерба сатана. Ибо нам не безызвестны его умыслы. Ущерб в том заключается, если какая-то душа уходит от Бога. Очень серьезно. Если мы имеем возможность, обязательно надо человеку помочь. Каким? Или милосердием, снисхождением, какой-то помощью. Человек в отчаянии. Согрешил все. Мне Бог не простит. На этих людей страшно смотреть. Приходит священник исповедать. Меня Бог не простит. Я Духа Святого похудел. Как же ты его похудел? И он читал Писание, знает. Я где-то что-то сказал. Но ты в этом раскаиваешься, ленинушкаешься. Если каешься, уже грех прощен. Ты забыл о любви Божией. Если ты каешься, значит Дух Святой не похулился тобою. Где Дух Святой похулен, там не в покаянии. Вот определитель какой. Не в покаянии. А ты плачешь, что сатана на тебя навевает. Он хочет тебя печалью задавить, чтобы ты на себя руки наложил. Чтобы ты умер в отчаянии. А отчаяния это дело сатанинское. Ил 1.10 Подходит сатана к Богу и говорит. Не ты или кругом оградил его, и дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил. И стада его распространяется по земле. Знаем ли мы, что говорит сатана на нас Бог? Он обязательно говорит. И сатана знает, что мы молимся. И Бог знает. И сатана хочет нас коснуться. Мы не знаем, что будет завтра. Может пожар, все сгорит здесь. А может придут какие-нибудь ночи. Вот как считаешь, все сейчас. Ворвались, учительницу убили. Сына, дочь, что-то застрелил. Кто? Никто не знает. Никого ничего не нашел. Починил только слепой. Сидел в мостике. Его не убил. Зашел, в окно залез. И собака никто не залаяла. А испытал Бог. А теперь только одно. Учитель священий. Говорит, я спевать не могу. Она приходила, не успела принять крещение. Что ж ты думала? Центральная газета об этом пишет. Я как не прочитаю. Господи, да почему же ты не пришла к Богу-то? Хорошая, замечательная ты. Но без Бога-то это все куда пойдет? Главное с Богом быть. А жизнь эта все равно кончится. Одного убили. Кто-то палач был. Кто-то поднимал сетиру. Убил Иоанна Крестителю в голову. Все на том встретили. Но кто с чем предстанет? Иоу 2.5. Но простри руку твою, коснись кости его и плоть его. Благословит ли он тебя? Сатана знает, как тяжело переносить болезнь. Бывает, человек не выдержит на себя руки на ножи. А бывает, начинает хулить Бога. Я не пью, не курю. А брат у меня, смотри, пьет хули, ты живешь и болеешь? Да где он Бог? Где правда? Богофульные слова. А ты благослови Бога и скажи. Если мне назначено 100 лет болеть, то уже всего это только 99 лет и 364 дня. На один день меньше. Считай в другом порядке. И скажи, есть люди, которым намного тяжелее. Которые заболели, молчили матери. Которые больные растут. Есть слепые, есть слепо-глухо-немые. Даже не выговоришь. Благодарю тебя, Господь. И на полный уста благодарности, слава Господь. Дивный наш Господь. У Бога много свиней, на которых Он нашлет, а нас освободит. Лука 22, 31, 32. И сказал Господь. Симон, Симон. Все, Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратишься, утверди, братья твои. Сатана просит, надеется на малую веру. А Господь говорит, я просил отца, чтобы он укрепил тебя в вере. Веру умножил. Бас, Сатана, в вере. Не хватает веры, спросил Бога. Господи, умножь в нас веру. Такая молитва есть. Это ученики молились. Умножь в нас веру, чтобы я знал, что я не покинутый тобою. Умножь во мне веру, чтобы я не отчаялся. Чтобы я всегда-всегда хвалился, что я искупленный отчаян. Хвалящийся, хвалить Господь, что знаешь Его. Я знаю Бога, который за меня сына отдал. Единородного. Я знаю этого Бога, который все сделал для меня. И небо, как шатер натянул, и звезды, и бесконечность эту. И все на земле, и все это для меня. Дивный Бог, алилуйя. Научись всегда славить. И Сатана близко не подойдет. Он страшно не любит, когда Бога славит. Потому что он клеветит. Он клевещит на Бога, что Бог жестокий, убивает невинных людей. А ты скажи, невинных никого нет. А если в чем-то невиновным, все равно в этом невиновен другом. Раньше умер, меньше нагрешит. Есть такие слова. Написано, он один угодил Богу, и Бог раньше его взял. Из этого мира. Мы знаем, что сказать. В третьей книге Сатана, 22 глава, 22 стих, говорится о том, как два царя согласились пойти воевать. И написано, и три года не было войны. То есть, как бы удивление. Кажется, вы поевали. И вот один царь сидит. Аронов Галатский. Это наш город. А разве вы не знаете, что он по карте нам принадлежат, как сейчас Китай? А вы не знаете, что до Урала это китайская земля? А с юга там говорят. А вы разве не знаете, что до Нарыма наша земля? Это все было. А у Бога это уже был план. И перед Богом совет. Представили сыны Божия. И Бог, ну образно, конечно, говорит, как бы на Махаву увлечься, чтобы исполнить пророчество. Чтобы на войне его убили. На войне, чтобы кровь пролилась. Чтобы собаки пришли и лезвали. Это же сказано было. И пророчество должно исполниться. И написано. Один вышел дух. Не знаем, как его звать. И сказал. Я выйду. И сделаем духом лжиным. В устах всех пророков его. Господь сказал. Ты склонишь его, не выполнишь это. Пойди и сделай так. Это от Бога было. И Ленин пришел. Это от Бога. Иди духом лжи сделай всем людям обещать землю, свободу, равенство, братство. Иди ты обольстишь их. Это духом лжи. Люди поверили ему. Вопрос стоит в том, что почему поверили. А если бы молились, все бы сказали, равенство никогда не может быть. Один талантливый, один трудолюбивый, а другой нет. Какое равенство? Один долго спит, другой рано встает. Ну не может быть равенство-то. Один больной, другой здоровый. Одному наследство досталось, а другого ничего нет. Это лошадь духом лжи. И вошел в луста пророков. Это пророки были, которые говорили правду. И один человек все равно видел. Бог не хочет, чтобы никто не знал. Один единственный человек на всю страну, и при том на две страны, и на Израиле, и на Иудею. Звать его Михеев. И вот почему-то нет прославления этого Михея. Ни храмов, ни лошадей, ни детей нету Михеев. Один пророк, который сказал, я скажу только то, чтобы Бог победил. Я другого сказать не могу. И вы знаете, с чем это закончилось? Он говорит, я видел. Один из пророков ударил его. Где ты видел? Ну ты узнаешь, из комнаты в комнату, когда бегать будешь. Его вызвал-то Иософак, иудейский царь. Он хотел правду знать. Так все и случилось. И царя Ахава, несмотря на предохранительные меры, скрела нашла. Он пал. И исполнилось пророчество. Дух лжи. И дух этот вошел. Написано, свиней. А тут считаем, в кого вошел пророков. Так что, они все свиньи были? Мы не знаем мою биографию, но это так. И поэтому нельзя доверяться никому. Кто бы что ни говорил. Если не сходится с Писанием, не верьте им мне. Если даже ангелы явятся с неба, а ангелы, и тогда не верьте. Если все апостолы 12 придут и будут говорить, а ты сверху. Подождите, дорогие. А тут написано, вот как у Иоанна. Отойдите от меня. И монах всем будет. Такого, конечно, не может быть. Это называется гиперболическое выражение. Но так апостол Павел написал в Галатам 1.7.8.9. Это так. Никому не верь. Сначала спроси, а как Библия об этом говорит? Что Дух Святой сказал? Иоанн 1.12. И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него, не простирай руки твои, отошел Сатана, Трица Господня. Как это понимать? Буквально это или образно? Но факт, что Сатана принес великое несчастье. Сокрушен дом был, пологонь, все сгорело. Дети все погибли, десять детей. Это все Сатана. Все, что связано со смертью, это Сатана делает. 1 Петра 3.22. Который вошед на небо пребывает одесную Бога, и Которому покорились ангелы, и власти, и силы. И Сатана покорен ему будет при этом времени. Евангелие от Иоанна 8.44. Он говорит евреям, ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеко-убийца от начала, и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Боясь из всякой лжи. Если даже недоговариваешься, переспрашиваете. Ребенок что-то говорит. Ты переспроси, все ли ты сказал, как есть. Не оставляй. Там уже, может быть, дьявол засел в усадь. Дейтесь с этим. Никогда не дозволяйте на полуправде останавливаться. Ну, выдели 2-3 минуты ребенка, расспроси до конца, так ли это было. Чтобы он увидел свою вину. Никогда, икон, не ищите вину. А в близком. И, в первую очередь, к себе. Почему это случилось? Откровение 13, 5-7. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть, действуя 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилища его, и живущих на небе. И дано было вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. Речь идет об Антихристе. И главное, хулить имя будет Божие, имя и его, у православных вообще не известно. А что это еще? Я слышал, вплоть до поношения. Это дух Антихриста. Написано, Антихрист будет хулить имя Божие. Бог открылся этим именем. Это чудное имя и его научитесь повторять. Это самое прекрасное из имен него, какие только знает человек. Бог так открылся. Он открылся еще свет и саваок, но вначале он сказал, я весь сущий, то есть я везде присутствую. Я вечный и безначальный. А демоны это бывшие ангелы, которых сотворил, поэтому он над ними имеет власть. Здесь мы считаем о том, что был бесноватый. Причину исследовать мы не узнаем и не надо, нас это не касается. Если исследовать Писание, как некоторые исследуют, то мы должны анализ почвы поехать взять, что там за почва была, какая высота берега, почему разбега, куда эти туши свиные делись. Ну, то есть вопросов тысячи. Я посмотрел, конца нету. Один ответ. Все, что нечистое, погибает, обращающийся к Богу, делается свободным от демонов. И нам Бог дарует полную победу над ними. Только нужно признаться, что без Бога мы сразу же делаемся бесноватыми. Да сохранит нас Господь и родственник, и ближний. И чтобы все мы были послушными его гласами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok